Это история первой любви двух школьников, перед которой оказались бессильные родители, пытающиеся разлучить Рому и Катю. Романтическая картина «Вам и не снилась» Вышедшая на экраны страны в 1980 году стала одной из самых любимых у зрителей. В данном видео мы вспомним о самых интересных фактах фильма «Вам и не снилась» и о судьбе главных актеров. Татьяна Аксюта, игравшая Катю, была на 7 лет старше своего партнера Никиту Михайловского и на момент съемок закончила театральный вуз и работала в театре, поэтому многие сцены ей давались легче и требовали меньше времени на репетиции, тогда как Никита еще учился в школе и профессионального актерского опыта не имел. Но со стороны на репетиции оказалось, что о любви этот мальчик знает больше, чем замужняя Татьяна. Фильм был снят по книге романа Юлька, автора Галины Щербаковой. Сюжет был взят из жизни, ее собственный сын полез в водосточной трубе к девушке и сорвался. Он остался жив и даже не получил серьезных травм, но эта история наделала много шуму в семье. Так Галина написала книгу и по ней решили снять фильм. Только потребовали изменить имя главной героини с Юлью на Катю. По словам чиновников Госкино, название романа Юлька напоминало Ромео Джульетто Шекспира, Никита Михайловский. Не имея опыта съемок, на репетициях актер играл так проникновенно и убедительно, что у съемочной группы наворачивались слезы от его игры. Талантливый юноша после выхода фильма поступил в институт кинематографии, который успешно закончил. К сожалению, он очень рано ушел из жизни, на 27 лет, скончавшись от лейкемии. У него остались сын и дочь, Татьяна Ксюта. Исполнительница главной роли получила главный приз за лучшую женскую роль на международном кинофестивале детских фильмов и сериалов. После выхода фильма на нее брушилась невероятная популярность. Ее узнавали на улице, писали письма, а главное думали, что она на самом деле школьница. В кино Татьяна снималась редко, справедливо считая себя театральной актрисой. В настоящее время она ведет драматический кружок в детском доме творчества и занимается семьей. В наше время нам даже не приснится, что такие фильмы о чистой подростковой любви можно снимать. Тем дороже становятся такие картины, как «Вам и не снилось», в которые поневоле начнешь завидовать в судьбе главных героев. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!